у парни 1 есть блин в упор подлетел это что-то с чем-то народ всех приветствую сегодня выбрался опять на охоту выбрался чуть пораньше довольно таки прохладно сегодня заморозок был с утра сегодня я с двумя ружьями это мр-233 и моя любимая чезетка это чешский карабин 223 ремингтон так хочу побродить просто по лесу вот бутылка чая с собой буквально там пару конфет и все расчехлился все приехал на мотоблоке и для начала я хочу вам порекомендовать и даже не то чтобы порекомендовать а попросить вас чтобы вы помогли одному человеку доброму это мой сосед по району это ежемский район у меня усыльмский у него ежемский мы граничим его зовут андрей николаевич порожкин это начинающий тоже охотник охотник то он не начинающая то что он канал свой ведет бывает так общаемся в смс как по телефону я с ним конечно еще не общался но это наш общий друг с александром анатольевичем хочу вас именно попросить то что вы подписались на его канал и помогли ему дойти до 1000 подписчиков потому что чтобы был стимул что там снимать там так далее охоту рыбалку у него все очень схожи с моим каналом также есть какие-то вылазки там на каракате там на лодке в общем рыбалки много потом охота то тоже мелкашку недавно купил в общем ружье у него тоже есть ну нормальный такой человек простой что помогите просто чисто человеческая такая просьба к вам обращаюсь то что подпишитесь и пусть человек дойдет до 1000 подписчиков и подключит монетизацию просто уже когда монетизация будет подключена уже было человеку как какой-то смысл снимать допустим те же свои какие-то видео там про рыбалку про охоту и и не только в общем такая просьба в начале как бы видео я вас попрошу всех тех ну вам же не сложно просто возьмите перейдите по ссылке я ссылку оставлю в описании просто подпишитесь и все можете даже видео эти не смотреть просто подпишитесь помогите человеку а там в дальнейшем уже на ваше усмотрение понравится не понравится в общем такие дела ладно не будем затягивать сразу зарядимся если добуду рябчика то уже ура потому что сейчас такое время не знаю рыбы почему-то не откликаются ни фига не хотят вообще не подлетать какие-то молчуны в общем заряжаю потрошки наши барнаульские дешевские более-менее летящие что мне нравится вот 223 вот буквально же полный магазин зарядил все вам хватит на всю охоту потому что каждый выстрел идет точный что 30 что 50 что 100 что 150 все идут в одну цель вот это я конечно рад такому карабину заряжаем 5 короче в магазине один в патроннике оптику я переставил с мелкашки вчера более-менее пристрел все круто карабин за плечами это чисто так мало ли вдруг где-то далеко увижу то стреляет потому что сами понимаете гладкий ствол это такое оружие далеко сильно не стреляет заряжаем еще наверно треху да это скм у нас третий номер и профи профи тоже 3 до тоже 3 все в боевой готовности как говорится все взял все как говорится погнали на охоту поле уже прошел заходим в лес свистел несколько раз пока никаких ответов не ответов рябчики молчат хотя знаю сто процентов что они здесь есть просто на стоп даже на 200 процентов знаю то что они здесь есть откликаются не значит уже рябчика слышал представляете на 200 даже на 300 процентов я знаю то что они здесь есть такая фигня он молчит а и и больше и и и у парни 1 есть блин в упор подлетел это что-то с чем-то как назло еще и скм русич это же просто что-то с чем-то бляха муха надо было самозаряд засунуть кто знал я только увидел что он там перепорхнул думал еще дальше улетит как правило дальше улетает придется самозарядик воткнуть ну блин вот это выстрел бляха муха старался взять по голове надеюсь что сильно сильно то его не раздолбала упал прям как камнем даже не пошевельнулся больше где ты наш дорогой так на березке сидел что ли завалился что-то я не понял перья вижу вот это куда завалился счет не пойму кочки высокие метр высотой вот он в лип как этот оба да по башне ему съездил хорошо так ноги целы ноги короче по башне смотрите раздолбаловок фигом собачьим вот видите сегодня рюкзак не взял сегодня рюкзак не взял и все в первого самца добыл это у нас рябчик чернообородый красавец жутко уважаю эту птицу сильно не прострел чисто по башне попал близко было вообще и даже хрен его знает метров 15 наверное крылья целые чисто по башне рюкзак мы сегодня не взяли делаем вот так как там говорят типа в крови же все вот там не там буквально две капелька крови тоже не кабан засовываем в рюкзак по названием капюшон и в капюшоне ношу ху более-менее повезло уже на такое расстояние ушел не знаю с километра почти три наверно вот так вот удача с поля меня не хожу с двумя ружьями никак не ожидал что так в упор вылетит не знаю вам видно нет было я думал что он там подальше будет а он сюда прилетел не знаю видать было вам не видать в общем посмотрим вот такая вот охота бывает так сейчас перехожу эту рассоху к кочке вообще метровые хреновый идти рассоху перехожу и долю иду вдоль рассохи там тропинка есть раньше когда там глухарящи добывал потом ну как бы за кольцую свой путь и обратно мотоблоку вот такой путь короче у меня будет где-то тоже в пределах так 7 километрах не больше чагу нашел это еще надо взять на заметку знаю где-то береза стоит все примечаем такая корявенькая березка невзрачная вот такой кусок чаги нормальный причем здесь где-то еще у меня заначка была тоже как вот так вот хожу примечаю потом когда надо я сразу не рублю на запас а вон она была или или чуть подальше ну короче где-то здесь вот на этом бару есть у меня заначка круче сразу не рублю пока оставляю знаю что тут никто не ходит если надо пришел срубил пока ноль эмоций видите какой темный день с утра пораньше вышел а вот такое ощущение круто уже вечер такое то все не лес листвы 0 все уже опала потихонечку прием ух идти тяжело один валежник везде везде короче куда не сунься везде одни елки сосны валяются завалилась короче все бурелом такой довольно таки конкретный я уже основную часть прошел сейчас немножко в горочку почищем пока ничего не видел вот один единственный ряб и все ну еще идти мне далеко в реку тут еще километр где-то пол километра до дороги потом по дороге еще пол километра потом в сторону и там еще километр и потом еще до дома 2 километра ехать короче далеко я в лесу от дома а это расстояние примерно 5 километров, не удивляйтесь 5 километров каких? 5 километров по асфальту пройти или вот по такой тайге, просто идешь и это сплошное препятствие какое-то везде. Постоянно надо что-то типа таких вот валёжем перешагивать, так что так кто-то мне написал, я удивился конкретно, якобы я запыхался, там прошел 6 километров, якобы еле-еле дышу ну конечно да, с рюкзаком пройди 500 метров в гору, еще не так запышешься это нормально, как бы запыхался это нормально, я же не как этот, не язык на плечо, нормальное дыхание, камера просто передает очень хорошо все звуки, вообще очень хорошо передает, буквально на 30 метров там слышно как рябчик пищит по-своему, не свистит это причмокивает, слышно даже на 30 метров, а камера не забывайте на голове или где-то в полуметре от меня, конечно будет все слышно, дыхание там, еще что-то вот такая вот фигня идти тяжело, да, согласен, я не кру, кстати, третий год с какой стати я там запыхался, это не запыхался, это просто нормальное такое учащенное дыхание все, ползу в мох, проваливаюсь сантиметров по 25-30, где в горку, где под горку кстати камера передает такое изображение, как будто постоянно вы идете, как бы равнина такая, да на самом деле это не так, у нас равнинных мест нету здесь, здесь постоянно либо под гору, либо на гору я сейчас только чуть-чуть под горку прошелся, обязательно дальше будет горка уже в горку надо будет заходить, так что, такие пироги я уже в каком-то видео говорил, что камера передает то, что я вижу, слышу то, что меня окружает всего лишь на процентов 50, даже не только 50, даже 30 камера передает самую малость от того, что я вижу, слышу стреляю, свищу, там говорят свищу неправильно, сейчас задолбал отсюда а блин, что за хрень то, покиньте, я уже тут давно не ходил, так даже тропинку уже потерял о, ухарь полетел вот это не знаю, на камеру слышно нет было блин, хоть бы сел, жутко тяжело добыть без собаки бухаря блин, как всегда два глухаря было один вообще сзади затем я точно не пойду, бесполезно пойдем я за этим прям приятно слышать, как кухарь взлетает тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух это во мне рябчик ладно, короче, иду за тем, который полетел по пути, по моей дороге по моему маршруту сейчас разговор заканчиваю просто еду тихонько не наблюдаю, может быть авось да повезет наконец-то нашел рябчик где-то тут уже внашил 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 тихо внашил Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Патроны не жалею, потому что патроны очень старые... Продолжение следует... Да, переломала жестко... Этого тоже в капюшон... Давайте попробуем к этому подойти... Готов третий... Вот еще сидят... Вот тот зателебался, который упал... Вот еще есть... Полетела, полетела самка... Поближе не получается подойти... Все время сквозь ветки и далеко... Удача... Третьего добыл... Вот он... Вот он... Только что телебался... Удачно... Один промах... Три ряба... Три ряба... Все, ребятки... Я уже отсюда... Тогда буду закругляться... Наверное... СКМ-3... И... Самозарядик... Все... Я на этих... С этих... Как говорится... Взял... То, что мне надо было... Пару штук я взял... Это хорошо... Это уже удача... Это уже неплохая охота... Правда... Блин... Ухря-то все никак не получается... Вот он... Касаряд... Чернобородый... Какой чернобородый-то эта самка... Опять башню разнесло... Ну... Блин... Сквозь ветки и в ельнике... Ничего толком не видно... Еле-еле... Чтобы добыть... Потому что столько... Тоже прошел уже... Такое расстояние... Чтобы не добыть... Но это... Конечно же... Будет... Очень досадно... Третий пошел в капюшон... Вот так вот... Рюкзак не взял... Полный капюшон рябов... Ладно... Все... Идемте в сторону дома... Но там... Еще есть выводки рябов... Я... В прошлый раз видел тут... Пару штук... Пару выводков... Вот уже снежок запорошил... Ладно... Давайте погнали... В сторону дома... Короче... Сейчас тут через ручей переходил... Еще один рябчик вылетел... Принципиально за ним не пошел... Потому что... Они мне все в сторону... В сторону... Куда-то отводят... Ну нафиг... Мне надо тут... Дорогу найти сейчас... Сейчас дорожку найду... По дороге пойду... В сторону... Тех полей... Где мотоблок оставил... А у меня... Эти... Ну тут... Нормальный выводок... Что к 7... Они мне все в сторону... В сторону... Куда-то отводят... Еще где-то шорчит... Блин... Половину пути шел... С горем пополам... Одного пока добыл первого... Сейчас иду... Накажем шагу... Как бы только... Патронов... Чтоб хватило... Отстреляться... Так... Сейчас надо дорожку найти... Такой вот... Ельник густой... В таком густом ельнике... Ребца... Бывает слажновато добыть... Прячется... Хитрый... Маленький... Да удаленький... Паутина постоянно в шары... Задолбала уже... Между деревьями... Очень много... Паутин... Так... Потихоньку так все... Идем... Идем... Карабин сегодня... Можно сказать... Зря взял... Но... Это бывает такое... Что идешь... И метров за 200 сидит гухарь... И хрен ты к нему подаешь... А тут вон... Карабин я пристрелял... Более-менее... На 150 метров... Стрелял... По... Литровой... Пластиковой... Бутылке... Из-под масла... Три раза бахнул... Все три раза попал... Ну... Правда... Лежа стрелял... В общем... Если что... На дальнее расстояние могу... Бахнуть... Глухаря... Не только... Так что... Карабин не тяжелый сильно... Я частенько... Практикую такую охоту... С двумя ружьями... Говорят... Возьми комбинашку... Возьми комбинашку... Там... Блин... Задолбали уже... Честно говоря... Комбинашка... Это говна кусок... Во-первых... Я вам скажу... Самое главное... Почему говна кусок... Потому что... Весной... Охота... С нарезным... Запрещена... А комбинашка... Это нарезной ствол... Так что... С комбинашкой... Охотитесь только осенью... И до 28 февраля... Все остальное время... Она у вас в сейфе будет стоять... Так что... Новички... Не советую вам брать комбинашку... Возьмите пока гладкий... Как говорится... А потом... Через 5 лет... Возьмите мелкошку... Или... Ну как у меня... 223... Не парьте мозги... Так что... Вот так вот... Это самый главный аргумент... То что... Вот... Тропинку нашел... То что... Комбинашка... Это... Я еще раз повторяю... Не побоюсь этого слова даже... Это говна кусок... Еще второй... Критерий... Это короткий ствол... Гладкий... Он там что-то 500... Даже 600... По-моему... Миллиметров нету... Стрелять только мышей... Так что... Не обижайтесь... У кого там комбинашка... Сто процентов знаю... Что... Уже пожалели те... Кто взяли... Эти... Ну... Это ружье... Не знаю... Не советую... Я видел эти комбинашки... Мне они не нравятся... Так что вот так вот... Я хожу с двумя... Меня это не отягощает особо... Тяжеловато ходить когда бродно... Вот снег уже такой... Навалить там сантиметров тридцать... Лыжи еще не держит... И без лыж уже ходить невозможно... Вот тогда да... Тогда желательно с одной стволом ходить... А так... Я вон сколько километров уже прошел... Не знаю километров... Тилометра четыре... Это я уже прошел... По лесу вот так... Без всяких дорог... Ничего... Не устал... Сейчас вон пенек первый какой-нибудь увижу... Сяду... Чаек попью... Бутылка вон с собой... Так что... Вот такие вот делишки... Скоро снежок наверное уже будет... Ну вот потихоньку сыпет... Чуть-чуть идет... Вчера так же было... Так что давайте... Вперед... Охотимся дальше... Ну вот я и пришел... Разряжаем дробовку... Зачехляемся... Короче ребятки... Знаете что... Я... Второго ребятам когда стрелял... Я забыл крепление на голову... Прикиньте... Вот так вот выкинул... Бросил на землю и забыл... Когда промах у меня был... Вот после этого... Придется еще ехать искать... Иначе снегом и созывали тот кирдык тогда... Карабин сегодня мне... Не потребовался... Опа... Все дело разряжаем потихоньку... Чай сейчас попью... И тут километра... Где-то полтора наверно надо было что проехать... Фух... Немножко ноги даже загудели... Не знаю честно говоря сколько километров пошел... Я так думаю километров семь... Холодненький какой... Крутяк... Так ладно... Все это дело зачехляем... Перевозить оружие нужно... Если на каком-то транспортном средстве... Обязательно в чехле... Это обязательно... Разряжаем... Спускаем курки... Так... Охота мне сегодня более-менее удалась... Но блин... Досада крепление оставил... Примерно... Помню... Там не по дороге... Придется наверно побегать поискать... Придется этому отдельное внимание уделить... Придется там поехать... Наверно на каракате съезжу... Все равно искать то придется... Как бы денег стоит... Такая фигня... Блин пух летит только из капюшона... Карабинчик тоже... В чехол... Обязательно... Так... Опа... Готово... Так... Что мы тут первую очередь... Надо пока... Рябов вывалить... Сколько пуха... Это такой вот... Такой вот у меня рюкзак... Как рюкзак возьму... Так и не везение... Вон рюкзак... Просто капюшон... Вот они... Три штучки я добыл... Сегодня у меня охота удачная... Повезло... Это у меня 21 ряб... За сезон... Так... Блин пух-то летит... Летит... Как будто подушка... Вот что... Нормально так подстриг... Ладно... Рябов сюда... Все это дело снимаем... Короче... Одеваю жилетку... Пью чай... И до дому дыхать и отдыхать... Спасибо всем за просмотр... Всем ни пуха ни пера желаю... Удачи... И до новых видео... Пока... Субтитры сделал DimaTorzok